13 октября 1307 года, пятница. На ночных улицах Парижа безлюдно. Но первое впечатление обманчиво. От дома к дому бесшумно движутся темные тени. Это лучшие солдаты короля. Они окружают Тампль. В замке все руководство ордена, а также сам великий магистр Жак де Мале. Он прибыл по приглашению Папы Римского Климента V, чтобы обсудить новый крестовый поход. Но это была ловушка. Ровно в полночь в замок ворвались солдаты. 150 тамплиеров и великий магистр были арестованы. А орден тамплиеров объявлен вне закона. Теперь сокровища тамплиеров пополнят казну французского короля. Но Жак де Мале абсолютно спокоен. Он надежно спрятал священные реликвии. Пятница, 13-я. Черная дата. Она и сегодня вызывает ужас у суеверных людей. Опасаясь несчастий, многие не выходят из дома, не планируют никаких дел, не принимают ответственных решений. Оправданы ли такие меры предосторожности? 13 января 2012 года. Пятница. Около 10 часов вечера. Пассажиры суперлайнера Коста Конкорде безмятежно ужинают в ресторане. Они не догадываются, что через несколько минут им придется повторить судьбу пассажиров Титаника. Ровно в 10 часов вечера Коста Конкорде налетает на каменный риф. Судно получает 30-метровую пробоину и начинает тонуть. На борту находится более 4 тысяч человек. Спасательная операция продолжается всю ночь. Шлюпок на всех не хватает. Людей эвакуируют с помощью вертолетов. Но спасти удается не всех. Решающими мгновениями стали минуты без связи с той секундой, когда произошла катастрофа. Капитан трагически недооценил всю серьезность ситуации. Причины катастрофы установлены, но экспертам они кажутся невероятными. Пятница 13-го – это темный день, плохой, нехороший. У него есть две трактовки. Первая трактовка такая историческая, скажем. Великий магистр тамплиеров Жак де Мале был сожжен 13-го в пятницу. 13 марта 1314 года, пятница. На маленьком пустынном острове в центре Парижа готовятся к казни. Король Филипп Красивый спешит избавиться от великого магистра ордена тамплиеров Жака де Мале. Это месть. За семь лет, проведенных в тюрьме, магистр так и не признался, где спрятаны сокровища тамплиеров. Перед казнью Жак Мале произносит страшное проклятие. Да будет проклято потомство Филиппа до 13-го колена. Не быть капитингом на троне Франции. Проклятие великого магистра сбылось. Через полгода погиб Филипп Красивый. Его сыновья умирали, едва взойдя на престол. Все потомки по мужской линии погибали сразу после рождения, а дочери оказывались бесплодными. Меньше чем за 15 лет прямое наследование трона прервалось. С 1329 года Францией правили побочные ветви династии капитингов. Но проклятие коснулось и их. Он проклял всех потомков французских королей. Последний король из этой династии был убит во время французской революции. И когда голова его скатилась с плахи, подбежал какой-то человек, окунул туда платочек, в его кровь поднял над головой, закричал «Жак Малет» и отомщен. И хотя орден тамплиеров был уничтожен, их главная тайна так и не была раскрыта. Место, где были спрятаны сокровища, до сих пор неизвестно. 13 октября 1307 года, пятница, Париж. Через несколько часов солдаты короля арестуют тамплиеров прямо в их резиденции. Замки Тампль. Но время еще есть. Из дверей, ведущих в сокровищницу великого магистра, один за другим выходят люди. Они несут какие-то предметы, сундуки, тубы, свертки. Спустя полчаса обоз полностью загружен. У дверей сокровищницы девять вооруженных рыцарей получают последнее благословение великого магистра и отправляются в путь. Под покровом ночи из Тампля вывозят документы и священные артефакты. Кто такие тамплиеры? Что за сокровища они хранили? И почему за ними до сих пор идет охота? Существует версия, что в какой-то определенный момент цивилизация наиболее продвинутых государств или это общая была цивилизация одного государства мы сейчас трудно это сказать, и вы имеете в это темное средневековье начало некую новую экономическую политику. Для осуществления этой новой экономической политики необходимо было создание силовых структур поддержания. Иерусалим. В 1118 году на храмовой горе появляются девять рыцарей. Они называют себя рыцарями храма, тамплиерами и защищают паломников, которые пришли поклониться святыням Иерусалима. Все рыцари приняли монашеский обед. Бедность, целомудрие, послушание. Они прекрасно обочены, владеют боевыми искусствами не хуже профессиональных военных. Очень скоро становится понятно, все не так просто. Число монахов-рыцарей растет. И в мире появляется сила, противостоять которой не могут даже крупные государства того времени. Монашики-ордена средневековья в Европе – это сила очень серьезная. Но одним из таких вот самых, пожалуй, мрачных орденов средневековых был орден тамплиеров от французского темпл, храм, соответственно, храмовники. Военизированная структура с четким подчинением и централизированным руководством. Бойцы, владеющие передовыми военными технологиями того времени. На их обучение тратятся колоссальные средства. Владение мечом, владение стрелой, владение пикой, умение управлять конем. А следующая ступень была, что ты должен научиться управлять своими силами. Ты должен усилием воли остановить стрелу. Ты должен усилием воли перехватить меч, отбить его. Ты должен заставить врага тебе бояться. В середине 13 века были созданы 4 подразделения хорошо обученных бойцов. Тамплиеры, госпитальеры, тефтоны и братья ордена Приората Сеона. За невероятно короткий срок они установили в Европе новый мировой порядок. За 100 лет построено было 3000 городов, дороги, мосты, запущены производства, практически нивелированы все войны, запущена банковская деятельность финансовая, начала чеканиться золотая монета. Были, как говорится, сведенены на ней всякие внутри клановые конфликты, конфликты территориальные. То есть есть версия, что ордена – это была силовая структура поддержания общей смены экономической парадигмы. Что за таинственная сила создала монашеские ордена? Сколько существует человеческая цивилизация, столько существуют на Земле и тайные общества. О них известно немного. Уж слишком хорошо они скрывают свои тайны. Тайные общества – это общества, которые, в общем-то, в принципе, их существование подвергается сомнению. Существуют они на самом деле, существовали ли они или нет, мы достоверно не знаем. Есть некое количество документов, которые указывают, что вроде бы они существовали. Третий век до нашей эры. Индия. Храм в Паталипутре. Каждый вошедший в него будет убит. Таков приказ царя Ашоки. Бедный монах приближается к храму и бесстрашно заходит внутрь. Над его головой уже занесен меч, но монах начинает читать мантры и воспаряет над землей. Весть об этом быстро разносится по городу. Царь Ашока лично приходит в храм, чтобы увидеть чудо. Именно этого и добивался монах. Разговор с царем длился несколько часов. Ашока выходит из храма совершенно другим человеком. Теперь он хранитель древних знаний. Их оставила очень развитая цивилизация. Во-первых, у них были космические корабли и самолеты, которые назывались виманы. В манускриптах есть чертежи различных типов виманов. Во-вторых, есть описание древнего оружия. Мы можем отнести его к ядерному оружию. И, конечно же, присутствуют упоминания про огромные города с высотными домами и автотрассами. Все это признаки высокоразвитой цивилизации. Девять древних манускриптов по биологии, генетике, военной технике, квантовой физике, архитектуре, медицине. Словно прежние жители Земли пытались сохранить научно-технические достижения своей цивилизации. Ашока понимал, для этих знаний время еще не пришло. Они опасны. Царь выбрал девять человек и связал их клятвой. Так появилось тайное общество девяти неизвестных. Общество хранителей знаний. В Чехии, 1307 год. По дороге движется груженый обоз. Его охраняют несколько вооруженных рыцарей. Люди выглядят уставшими. Они в пути уже несколько месяцев. Но цель близка. Обоз приближается к замку Гаусска. Замок Гаусска построен в стороне от дорог. В самой чаще непроходимого леса. Массивные крепостные стены закрывают его от внешнего мира. До сих пор не найден ни один документ, объясняющий, для каких целей возведен этот замок. Всегда, когда строили замок, он должен был для чего-то служить. Здесь же не было ни границы, ни торгового пути, ни поселения, от которых замок мог бы получать налоги. Пишут, что здесь были непроходимые леса, которые непригодны даже для охоты. И посреди всего этого построили огромный по тем временам хорошо оборудованный замок. Согласно последним археологическим исследованиям, замок Гаусска был заложен в 70-е годы 13 века. Это был период расцвета ордена темплиеров. Но доказательств, что они участвовали в строительстве, нет. Замок не был построен для того, чтобы обороняться от чего-то снаружи. Его вызвали, чтобы скрывать то, что хранилось внутри. Это что-то не должно было попасть наружу. Легенды, в которые до сих пор верят местные жители, гласят, Гаусска построен на скале, под которой находится вход в ад. В 9-м столетии под нами треснула земля, и из расщелины на свет Божий начали вырезать адские чудовища. Эту дыру невозможно было засыпать, и поэтому они ее заткнули. Поставили сверху часовню. И часовню эту доверили архангелу Михаилу. Архангелу Михаилу, тому самому, который ведет битву против ангелов, сброшенных с небес в ад. И не только. Архангел Михаил считается одним из покровителей ордена тамплиеров. Возможно, это знак их причастности к тайнам замка Гаусска. Я могу это объяснить так. Ад под замком был придуман церковью для того, чтобы люди боялись этого места и избегали его. С завидной регулярностью появлялись очевидцы, которые рассказывали о встречах с демонами и ведьмами. Легенда оказала нужное влияние. Люди обходили замок стороной. Эту часовню нашли в 1928 году. Часовня была разбита на три этажа. Вся готика, окна и фрески были под фальшивыми стенами. Только благодаря тому, что в 1928 году здесь проводили ремонт, удалось добраться до фресок. Выяснилось, что часовня построена в честь архангела Михаила. На этой стене он бьется с драконом, который является символом зла не только в христианской мифологии, но и ранее. Дракон олицетворял силы зла в великой битве света и тьмы. На стенах фрески 13 века. Сюжеты, изображенные на них, далеки от канонических. Драконы, ведьмы и кентавры. В те годы люди рисовали то, что они видели, что было перед глазами. Вот что мы видим на этой фреске. Получеловек, полузверь и с хвостом. А его стрелы направлены в сторону человека. В замке до сих пор люди чувствуют себя неуютно. Под ногами якобы вход в ад, на стенах монстры и чудовища. Немногие знали, что под часовней действительно есть вход в подземное хранилище. Во время Второй мировой войны в замке были нацисты. Почти пять лет они тщательно обследовали замок, искали исчезнувшие сокровища тамплиеров, книги и магические артефакты. Они хранили там не золото, конечно, в своих тамплях, не какие-то там драгоценности в сундуках, как скупой рыцарь. Они хранили там знания, то есть это были большие библиотеки, они хранили там артефакты какие-то. Все сведения о пребывании спецподразделений Третьего рейха в Гаусска до сих пор засекречены. Точно неизвестно, найден ли вход в подземную сокровищницу, и если да, то какие именно артефакты попали в руки нацистов. Госпожа Силфстед, американский историк, получила доступ к архиву в Москве. Четыре года она работала там и выяснила, что эта операция называлась Бургундцвай. Конкретно здесь, в Гаусске, хранилась вся еврейская библиотека, включая Кабалу, вся оккультная литература вплоть до Египта. Возможно, это лишь малая часть сокровищ тамплиеров, которые они вывезли из Франции в ту рукавую пятницу 13 октября 1307 года. Но куда исчезли остальные реликвии? И что стало с орденом храма после казни великого магистра? 2004 год, Кёнигсберг. На развалинах Королевского орденского замка идут археологические раскопки. И вот у дачи. В подвалах обнаружен тайник, оставшийся со времен позднего Средневековья. В нём серебряная шкатулка 13 века. Внутри шкатулки и снаружи именно по его заключению изображены формулы для алхимических опытов, то есть для всевозможных действий по изготовлению золота, может быть, и других каких-либо материалов, может быть, лекарственных препаратов. Внутри шкатулки 11 предметов, имеющих непосредственное отношение к оккультизму. Медальоны, персни, браслеты. Ритуальные предметы, они ведь изготавливались и серийно, по заказу. Вот, допустим, те же самые персни, вот такой перстень подобный мы нашли, они использовались в масонских ложах. И, в принципе, они типичные. То есть изображения, они во многом повторяют, в чём-то изменения есть. Но точно так же и другие предметы, они могли быть, то есть изготавливаться по какому-то образцу или по подобию какого-то образца. И их могло быть несколько. Неужели в Королевском Орденском замке Кёнигсберга в средние века проводили оккультные ритуалы? Находка не оставляет сомнений. Набор для работы с духами, медальоны с секретными формулами производства золота из свинца, амулет с изображением Люцифера. Некоторые ритуальные надписи на предметах до сих пор не расшифрованы. Вещи, которые попали ко мне в руки, с которыми я работаю, мне непонятны. Непонятно их назначение, непонятна символика, которая есть. То лучше лишний раз не пытать судьбу и не пытаться с ними что-либо делать. Пусть этим занимаются те люди, которые более в этом что-то понимают или то, что называется посвященные люди. Так кто же занимался колдовством в королевском орденском замке Кёнигсберга? Возможно, члены военно-монашеских орденов проводили здесь какие-то тайные обряды. Тевтоны считаются самым мистическим орденом. Они считаются черным орденом. То есть, ну, мистически-мистически не бывает. Обратимся к истории. Королевский замок в Кёнигсберге, так же, как и чешский замок Гауска, построил один и тот же человек. Богемский король, атакар второй Пшемесл. Сегодня историки говорят, что замок Гауска был построен при Атакаре II Пшемесле. Он же построил королевский замок в Калининграде. В конце декабря 1254 года войско Атакара II отправилось в Самбию и без труда покорило прибалтийские земли. Поход занял меньше трех недель. В январе 1255 года Атакар уже отбыл в Богемию, заложив перед этим камень в основании замка, который впоследствии назовут королевским. В Самбию Атакар больше не возвращался. Для чего же он построил замок? Мы знаем доподлинность, что когда один из английских королей сделал замечание магистру тамплиеров, что они ведут себя высокомерно и неправильно, тот ответил ему достойно. Он сказал, что государь, ты правишь только до того момента, пока ты исполняешь то, что говорим мы. Известно, что Атакар пользовался особым покровительством великого магистра Тевтонского ордена Попа фон Остерана и был обязан ему многими военными победами. Магистр лично собирал ополчение для похода на Самбию и указал место, где следует построить новый замок. Скорее всего, великий магистр преследовал свои цели. До эпохи реформации цивилизация на планете, на планете тотально, была у нас мистическая. Даже сами науки, изучаемые этой цивилизацией, были мистическими. С опорой на то, что мы должны слушать камушек, он нам говорит. Мы должны слушать деревца, оно нам говорит. Мы должны понимать, мы должны сконцентрироваться и перелететь из Франции в Англию. И это воспринималось как по-серьезу. Однако не тефтонов, а именно тамплиеров подозревали в волшебстве, колдовстве и алхимии. Еще в 1208 году Папа Иннокентий III призывал рыцарей храма к порядку и требовал прекратить нехристианские действия и заклинания духов. Мы знаем, что тамплиеры поклонялись Бафомету, как нам говорят, и нам пытаются тут же объяснить, что Бафомет – это такой козел, это такое что-то кошмарное, жуткое, с какой-то, с рогами, с чем-то. Кто знает, что такое. У католиков Бафомет ассоциировался с дьяволом. Его изображали в виде крылатой фигуры, восседающей на кубе. У Бафомета козлиная голова, которая вписывается в пентаграмму. Этот символ был известен еще оккультистам древности. Это был некий идол или с двумя, или с тремя лицами. Сразу вспоминаем Двугликий Янус. Сразу вспоминаем Троян. Православный бог Троян с тремя лицами, который стоял на Рюгине, святовитый. Может быть, они поклонялись ему, может быть, они были язычниками. Может быть, вера в Марию Магдалину была не вера в христианство, а вера в Богоматерь. Наоборот, то есть в вражаницу. Сейчас этого никто достойно сказать не может. Тевтоны называли себя орденом Дома Святой Марии Тевтонской. У тамплиеров тоже был культ Марии. Ну, они поклонялись нашей госпоже Нотр-Дам. И все их кафедральные соборы носили название Нотр-Дам-де-Сион, Нотр-Дам-де-Пари. Знаменитый Нотр-Дам-де-Пари это тамплиерский собор. То есть наша госпожа в Париже, наша госпожа в Сионе и под нашей госпожой понимали Марию Магдалину. Тевтонский орден и тамплиеры появились одновременно. Скорее всего, цель у них была общая – изменить мировой порядок. А значит, действовали они заодно и помогали друг другу. Возможно, Королевский замок в Кёнигсберге был построен для тамплиеров. Сегодня мы доподлинно знаем, что в замке проходили оккультные ритуалы. Возможно, там тамплиеры прятали свои сокровища, вывезенные из Парижа. Копьё судьбы, ковчег завета, святой Грааль. Эти мистические артефакты, оставленные человечеству, наделяют своих владельцев безграничной властью. Так гласят легенды. Читается в европейской мифологии, что если заполучить один из этих артефактов, то можно будет овладеть какими-то тайными знаниями, тайными силами. Эти артефакты существовали и находились под охраной тайного общества тамплиеров. Тампль – это не храм. Тампль – это башня. Если посмотреть на все тампли, а у тамплиеров их храмы так и называются, тампли до сих пор, в Лондоне тампль тамплиеров, в Париже тампль тамплиеров, где они сохранились в первозданном виде, то нас сразу поразит некое такое отличие этого храма от всех остальных. Они круглые и без окон, без дверей. Тамплиеры были очень искусны в строительстве скрытых помещений и подземных сооружений. В крепостях, построенных тамплиерами с особой тщательностью устраивались хранилища сокровищ. Говорят, они хранили там плащаницу Христа, ковчег, который они под храмовой горой вроде как раскопали, еще что-то. Все это легенды, которые никто не знает, но Святой Грааль, конечно, они же хранили, конечно, должны были хранить тамплиеры. Конечно, Святой Грааль. Никто не знает, что такое Святой Грааль, но все знают, что его хранили тамплиеры. В 1230 году немецкий поэт Вольфрам фон Эшенбах, основываясь на древних легендах, пишет балладу Парцефаль. В ней рассказ о чудесном камне, блуждающем по миру и дающем своему владельцу божественную силу и мудрость. По версии Вольфрама, этот камень упал с неба и назывался он Святой Грааль. Что такое Святой Грааль, опять же, мы говорили, нам говорят, Грааль – это камень, Грааль – это хранилище крови Христа, Грааль – это хранилище знаний, Грааль – это то, Грааль – это сё. Никто не знает точно. Святой Грааль находился в волшебном замке Мунсальвеш. Сегодня историки считают, что речь шла о крепости Мансигер в Пиренеях. Она появилась на вершине неприступной скалы в начале 12 века. Скорее всего, крепость была построена для хранения этой древней святыни. Хранители Грааля, катары, пользовались защитой рыцарей-тамплиеров. Долгие годы католическая церковь преследовала катаров в надежде истребить ересь или найти легендарную святыню. В мае 1244 года после долгой осады последний оплот катаров в крепость Мансигер была разрушена, а 257 её защитников приговорены к смерти. Их сожгли на костре. Это верование. Они взяли Мансигер и всех катаров извели на костёр. И те пошли на костёр с радостью, потому что они поняли, что это будет не убиение каким-то мечом и захоронение в землю, где ты изгнёшь. Ребята червяки съедят. А с огнём ты уйдёшь в иной мир. Захватчики обыскали замок, но святой Грааль бесследно исчез. Скорее всего, катары передали его своим единственным союзникам, рыцарям-тамплиерам. 1938 год. В Вевельсбург съезжается нацистская элита. Ходят слухи, что в древнем замке Третий Рейх прячет мистические сокровища тамплиеров. Копьё судьбы и чашу Грааля есть среди местного населения и свидетелей. Бывший управдом или по немецким понятиям завхоз этого комплекса рассказывал, что именно внизу, в склепе, в самом центре пола стояла такая огромная чаша, и из этой чаши вверх поднимался густой дым, и по его словам этот дым поднимался в Альгаулу. В 1933 году замок Вевельсбург стал собственностью Генриха Гиммлера. Он пытался сделать его оккультным центром мира. Гиммлер знал, что Вевельсбург построен на месте древнего кладбища. Знал он и о проклятии, защищающем замок. Замок был построен в самом начале 17 века, по распоряжению князя-епископа Падерборна Дитриха фон Фюрштенберга. В то время территории вокруг города Падерборн были самостоятельным княжеством и подчинялись Священной Римской империи. Замок Вевельсбург должен был стать для этого князя-епископа своего рода второй запасной резиденцией. Но ни князь и епископ Дитрих, ни его потомки не пользовались этим строением, этим замком. Более того, в замке никто длительное время не работал, не селился и тем более не жил. Никто из князей-епископов. Гиммлер потратил колоссальные средства на восстановление и перестройку замка. На этом плане проект реконструкции Вевельсбурга. Если посмотреть на этот план, то изображенная на нем подъездная дорога в сочетании с северной башней, судя по всему, и даст рисунок вот этого пресловутого мифического копья судьбы, о котором сложено так много мифов. Что это? Намек на древнюю святыню копье судьбы? Дающая власть над миром? Или простое совпадение? Хофбург. Здесь хранятся атрибуты власти Священной Римской империи. Имперская корона, меч и копье судьбы. 15 марта 1938 года Адольф Гитлер получает их от покоренной Австрии. Но не все артефакты ему одинаково интересны. Лишь с одним фюрер связывает свои надежды. Это копье судьбы. Он увидел это копье, поверил, что если он будет обладать этим копьем, всегда он будет победителем. Фюрер объявляет, реликвия будет храниться в Нюрнберге, а сам приказывает сделать несколько копий копья судьбы. Скорее всего, оригинал копья отправился в совершенно другое место, в замок Вевельсбург. Ну, вопрос, который касается и священного Грааля и копья судьбы, это все из области тех мифов и слухов, которые появились вокруг замка Вевельсбург уже в послевоенное время. Не существует никаких исторических фактов или исторических документов, способных подтвердить любую из этих гипотез. В северной башне Вевельсбурга, там, где нацисты проводили оккультные ритуалы, находился тайник для сокровищ. Все дело в том, что перстни с черепами были абсолютно у каждого члена СС. Так вот, перстни с черепами высокопоставленных членов СС после их гибели, после их смерти, должны были храниться здесь, в Вевельсбурге, в специальном таком ящике, в специальном саркофаге. Свод церемониального зала Северной башни поддерживали 12 колонн. В центре помещения горел вечный огонь. В центре на полу находится орнамент, который получил известность только в последние 20-25 лет. Его называли Черное Солнце. Черное Солнце – символ тайного знания. Его использовали в своих ритуалах хранители древних реликвий темплиеры. Скорее всего, Гиммлер приказал украсить церемониальный зал мозаикой с изображением Черного Солнца не просто так. Нацисты собирались хранить Копье Судьбы в Вевельсберге. Но что-то им помешало. Есть версия, что Копье Судьбы оказалось ненастоящим. В середине 18 века в руки историков попали два странных документа Устав избранных братьев и Устав утешенных братьев. Они содержали тайные инструкции для тамплиеров, достигших внутреннего круга ордена. Значит, после официального распуска ордена тамплиеры продолжили свое существование. Мы знаем, что тамплиеры это 1307 год, разгром тамплиеров во Франции. После них мы практически о них ничего не слышали нигде в мире. Не потому, что их король Филипп Красеев разгромил и все, и они бедные там исчезли с лица земли. И сменили название. В Шотландии они стали орденом чертополоха, в Португалии орденом Христа, в России опричниками. В России есть аналог практически такого ордена, был, вернее. Это наши известные опричники Ивана Грозного, которые имели второе название орден кромешников. И кромешниками они были не от того, что как нам излагают какие-то досужие историки, что они крыли черной черепицей свои дома, и поэтому вот она была кромешного цвета, такого жуткого, и поэтому они были кромешники. А кромешники они были от хорошо нам всем известного слова кромы. Или за крома родины. Но только чью казну охраняли псы государевы? О башнях тамплиеров ходят легенды, но точно такие же строения появляются в начале 13 века и на Руси. В Москве можем увидеть аналог этой башни просто стопроцентный наша знаменитая башня Арсенальная, она же Собакина, в которой хранился порох, арсенал, казна, ну то есть хранилище, большое хранилище. То есть из этого мы можем сделать вывод, что все храмы тамплиеров, их тампли знаменитые, это были хранилища казны, и сами тамплиеры были казначеи. Существует версия, что как только в Европе начались массовые аресты тамплиеров, братья начали вывозить сокровища из Европы. В порту Ларошель тамплиеры арендовали 18 галер. В тот же год московский князь Юрий встретил иноземных странников, которые прибыли на 18 кораблях. Пилигримы привезли с собой золото и драгоценные камни и жаловались московскому князю на притеснение от короля и папы. Могло ли это быть простым совпадением? Они просто сменили место центрального получения возврата денег. То есть если они ушли, как говорят, на Руси, то они ушли на Русь и залоговые кредиты, которые они брали, им возврат пошел не в Париж, а на Русь. Теперь экономическое чудо происходит на Руси. Москва превращается в столицу Великого княжества. В 1325 году сюда съезжаются рыцари из разных земель. Возможно, это были сбежавшие от инквизиции тамплиеры. Почему православная страна приняла католических монахов? На храмовой горе, там, где стояли тамплиеры, рядом были, рядом, прямо, прямо, рядом были, Даниил Заточник состоял со своей дружиной. Вот. То сразу снимается вопрос вообще о католицизме и православии. Это были дружины совершенно одного единого общего порыва, не разделенные ни на что. И ведь есть, опять же, такая легенда, что это православные увезли гроб господен к себе и спрятали его в Новгороде. Символы тамплиеров можно увидеть на стенах московского свято-данилова монастыря. Есть они и на могилах героев Куликовской битвы, Пересвета и Ослябли. Возможно, русские богатыри тоже были тамплиерами. Перед смертью великий магистр тамплиеров Жак де Малле основал первые масонские ложи. Это был проект единой Европы, причем и экономически, и политически более централизованной, чем Священная Римская империя. Тамплиер действительно составляли конкуренцию господствующей католической церкви, поскольку овладели огромным количеством денежных средств и власти. И, вероятно, там вот этот Жак де Малле претендовал на роль какую-то сопоставимую с ролью папы Римса. 12 век. В средневековой Европе большая стройка. Появляются новые города, возводятся замки и соборы, прокладываются дороги. Наступает время мастеров. Европа буквально переполнена людьми, которые хранят секреты ремесла. Они называют себя вольными каменщиками. Это 11-12 век, и это эпоха, когда в Европе были построены вот эти знаменитые готические соборы, как, например, Нотр-Дам де Пари. И при строительстве их принимали участие вольные каменщики. Все мы вспоминаем такую ассоциацию, что при произношении слова масон у 9 человек из 10 возникнет ассоциация вольных каменщиков. Тайны общества вольных каменщиков стали преемниками запрещенного ордена тамплиеров. Строжайшая конспирация была оправдана необходимостью хранить секреты ремесла. Братство, связанное клятвой, которую давали после долгих испытаний. Вероятно, уцелевшие тамплиеры, избежавшие рук инквизиции, растворились в среде каменщиков. Это им очень подходило, тоже тайная организация, но не только, возможно, не только тамплиеры и другие монашеские ордена. Тамплиеры привнесли четкую, почти военную иерархию, слепое подчинение и магические тайны. Вот если посмотреть, какие есть признаки у таких высокоразвитых традиционных религий, то это вполне можно соотнести с тем, что есть масонство. То есть, есть вера в Бога, она такая вера, хотя и довольно разбытая с одной стороны, но в то же время и по-своему довольно строгая. Есть атрибуты веры, то есть обрядность. Мы знаем, что обрядность масонов очень такая развитая, одна церемония посвящения, там чего стоит. Есть символика. Символы масонства имеют древнее происхождение. Например, пентаграмма, пятиконечная звезда, символ Бафомета. Этот знак использовался в ритуалах, его же ставили как клеймо, желая показать принадлежность к тайным обществам. Со средних веков пентаграммы и пятиконечные звезды можно увидеть на многих военных объектах. Возможно, это символ того, что до сих пор силовые структуры, созданные на заре средневековья, контролируют мир. Если проследить историю русской фортификации, основоположником истории вообще русской фортификации считается сам император Петр I, то очень часто взять, если план Петропавловской крепости, очень часто пентаграммы имеют место быть. Но не только планы крепости. Иногда фортификационные сооружения разбросаны на местности как гигантская пентаграмма. Крепость Владивосток. Ее строительство началось в 1860 году. Работы шли одновременно в пяти различных точках Владивостока. Если отметить их на карте, получится именно пентаграмма. Мы совершенно четко знаем, что пятиконечная звезда это масонский символ, и перевернутая пятиконечная звезда, так же их символ. И не случайно, наверное, у нас вот эта пентаграмма, в форме которой сделал форт Муравьево-Амурского, она венчает собой большую пентаграмму, которая накрывает собой весь Владивосток. Каждый форт Владивостокской крепости спроектирован в виде пентаграммы. А главные форты крепости образуют идеальную пятиконечную звезду. Это не может быть простым совпадением. Скорее всего, крепость Владивостока строили масоны. Не исключено, что высший офицерский состав, инженеры и архитекторы были членами тайных обществ. Строительством и проектировкой Владивостокской крепости занимались люди, которые были офицерского сословия, которые жили в конце 19-го, в начале 20-го века. И не исключено, что многие из них состояли либо в масонских ложах, как это тогда было модно, либо еще в каких-то обществах, которые занимались пропагандой таких учений. Что за места выбрали масоны для главных фортов Владивостока? Судя по свидетельствам очевидцев, это энергетически активные зоны. Сопка Орлиное гнездо. Она расположена в самом центре современного Владивостока, но до сих пор не застроена. У подножия элитные кварталы, а на вершине редкие искореженные деревья. Она является частью пентаграммы. Она находится на одинаковом расстоянии от сопки холодильника, где мы уже с вами побывали. Это 4,5 километра. И следующая ближайшая точка это сопка гора Перунова. Находится на Змеинке. Мы там еще с вами будем. И отличительная особенность именно этих вершин в том, что они хотя лысые сверху, но они между собой соединены вот такой цепью. Другие сопки города Владивостока к этой цепочке не относятся. Местные жители боятся сюда ходить, ведь поднявшись на вершину сопки можно навсегда исчезнуть. Была версия, что здесь находится портал в иные миры. На пентаграмме назначение этого места указано ясно астрологический знак Земли, а значит место дает власть и могущество. И были случаи, когда люди просто выходили погулять и исчезали. Я уже не говорю о том, что здесь часто пропадают домашние животные, с которыми люди вышли погулять и так далее. Часто теряются вещи. Вещи здесь потерять очень легко и это тоже одна из особенностей места. Телефоны, часы, какие-то ключи. Люди постоянно здесь теряют. Не знаю с чем это связано. Скорее всего с тем, что духи земли требуют материальных жертв. И в ответ они дают материальную власть, физическую, фактическую власть. Форт Суворова. Он находится на вершине горы Суворова. Фортификационное сооружение постоянно скрывает густой туман. Его площадь составляет несколько гектаров. Если мы рассмотрим его с точки зрения нахождения на пентаграмме, то этот пункт также имеет все признаки места силы. Здесь как правило собираются стадные животные. Это бродячие собаки. Здесь можно часто встретить стаи собак. Бывали случаи, когда стаи собак нападали на людей. И тем не менее это место приносит богатство. У подножья форта самый большой на Дальнем Востоке авторынок поддержанных японских снимок со спутника. Специалисты называют авторынок во Владивостоке экономическим чудом. Вот эти все автомобили, которые увидели, вот эти все люди, которые там торгуют, они все сейчас долларовые миллионеры. И те, кто выжил после введения пошлин на иномарке в 2008 году, они по-прежнему торгуют здесь и по-прежнему чувствуют себя хорошо. Что это? Простое совпадение или влияние зоны, которую создали строители крепости. Мы спускаемся на самый нижний ярус, туда, где по свидетельствам очевидцев и сегодня проходят тайные обряды. В одной из комнат магический круг. Вокруг него свечи и остатки приношений. Следы свежие. Кто-то побывал здесь совсем недавно. Как видим, знаки есть по периметру. Вот что-то приносили. По-моему, даже кровь. Обратите внимание. рискнем, наступим в круг. Похоже, свечка. Да, это свечка. Местные говорят, что здесь скрываются сатанисты, но мы находим следы совсем другого культа. помещение представляет из себя квадрат, который делен на стороны. Учитывая, что посередине помещения два столба, можем предположить, что здесь также орудуют масоны, потому что это древний масонский символ, два столба, и они как-то их используют для своих целей. В залах, где проводятся масонские ритуалы, обязательно присутствуют два прямых столба. Они символизируют силу и стойкость, и если предположить, что здесь до сих пор проходят тайные обряды, то экономический феномен Владивостока вполне объясним. Когда наступил кризис 98-го года, людей очень выручил именно торговля автомобилями. И фактически больше половины населения города Владивостока так и иначе занималось этим бизнесом. Потому что именно благодаря этому люди выжили. Поэтому не исключено, что если бы это место силы не было рабочим, представим, что его не существовало, скорее всего город бы постигла та же участь, что, к примеру, поселок Дунай. У нас есть такой в Приморском крае. Он реально похож на город Припять. Пустые совершенно, пустые окна, пустые двери, все заброшено. Может быть, гигантская пентаграмма Владивостока мистическим образом защищает город? Ведь этот древний символ масоны всегда использовали как охранный знак. И возможно, где-то здесь спрятаны мировые реликвии, средневековье. Тайные общества.